Повара разливают горячее в специальные емкости. Хлеб, одноразовая посуда, сладкое к чаю – все погружено. Благотворители Владикавказской епархии отправляются в Дарьяльское ущелье, где сотни машин из-за сильных снегопадов скопились у пункта пропуска Верхний Ларс. Здесь настоящее вавилонское столпотворение. Проезды через границу ждут русские, армяне, грузины, турки. ВГД закрыто из-за погодных условий с 9 марта. Борщ со сметаной, пирожки и сладкие пончики к чаю. Все приготовили благотворители и волонтеры епархии. Руководитель отдела социального служения отец Леонид сам разливает горячее по тарелкам. Просит никого не стесняться. Ради Бога кушайте на здоровье, чтобы вам хоть небольшой обогрев был в это время, нелегкая, тяжелая. Вы застряли на дороге, но мы вам пришли на помощь сегодня. Поэтому храни нас Господь. В Дарьяльском ущелье идет мокрый снег. Перед пунктом пропуска многокилометровая очередь. Люди, вынужденные находиться в автомобилях целыми семьями, благодарят за заботу. Мы из Армении, были в Ростове. Сейчас хотим возвратиться на свою родину, в Армению. Огромное спасибо и тем, кто это все сделали. Очень-очень. Очень вкусно было, очень приятно было. Акция проводится совместно с МЧС России по Северной Осетии. Священники и спасатели трудятся рука об руку, стараются всех приободрить. Сегодня мы организовали такое же доброе дело, начинание, которое, конечно, нас радует. Но мы можем кому-то помочь. Для чего мы здесь нужны вообще? Для того, чтобы, конечно, помогать ближним нашим. Благотворители и волонтеры епархии стараются регулярно поддерживать водителей и пассажиров, вынужденных ожидать проезда по военно-грузинской дороге. Так, за два выходных дня горячими обедами удалось накормить более 250 человек.